всем привет ребята вы на канале луктул и сегодня мы с вами собираем китайский триммер который к примеру вы купили в интернет-магазине привезли домой вот такую вот замечательную коробку вот и вот такую вот замечательную палочку и что с этим делать теперь дальше вы не знаете вот для этих людей я решил заснять такое видео как бы как собрать триммер когда он действительно разобран полностью бывает примеры как вот я до этого показывал видео бывают триммеры которые частично собраны уже вот а бывают кто полностью разобраны соответственно тут уже возникают небольшие вопросы как же чего собирать собирать открываем коробку что же у нас находится внутри ремень данном примере так как три места по себе маленький и легкий используется ремень на одно плечо но хотя это не показатель бывает и тяжелых используется такой же ремень на самом деле достаточно неудобен хорошая сбула на два плеча гораздо удобнее и как бы легче вам работать особенно долгие промежутки работы когда большие площади кости левая рукоятка вот кожух защитный на штангу такой вот пакет замечательный со всякими мелочами колокол редуктор это для кожух крепления вот накладка на штангу чтобы как бы не било по плечу и почему-то пока только одна часть открепления ремня сейчас поищем на 2 коробки поставляем дальше емкость для разбавления бензина емкость такая может отсутствовать ключи для сборки разборки сам триммер именно голова можно так сказать нож в данном в данной модели трехлопастной головка с леской кронштейн для ручек вот она вторая часть от крепления для ремня и инструкция инструкцию советую почитать перед тем как начать собирать все-таки в ней много чего может вам быть полезным просто у нас большинство людей начинает читать инструкцию когда уже что-то сломали вот почитайте перед тем это будет намного полезнее итак приступаем к сборке для начала я уберу все что в принципе мне не надо для того чтобы собрать а для того чтобы использовать она в дальнейшем конечно же вам пригодится это нож так как и я сейчас соберу вам с катушкой покажу вы можете потом если у вас большие бурьяны и или высокая трава поставить соответственно нож и косить дальше ремень ремень соответственно мы будем уже использовать когда косим на вот такой вот специальный зажим мы его защелкиваем перекидываем через плечо и управляем триммером емкость для разведения топлива тоже убираем она нам не пригодится ну и собственно говоря на этом пока все остальное нам все сейчас пригодится для того чтобы собрать данный пример я для сборки буду использовать шуруповерт и насадки на него 4 и 5 миллиметров вот так как отсекатель здесь уже прикручен на кожухе как мы видим у вас если он идет отдельно будет в пакете лежать соответственно вам его надо будет прикрутить он обычно прикручивается обычной отверткой и так ключи для того чтобы собрать у вас будут в комплекте это обязательно вот вы будете пользоваться соответственно ими а я шуруповертом комплект болтов и собственно говоря пока это оставляем собрать начинаю я обычно с нижнего ну да с нижнего редуктора и соответственно кожуха вот для того чтобы одеть редуктор мы должны вот эти вот болты один вот этот совсем желательно выкрутить потому что он у нас вкручивается вот сюда вот в отверстие в этом штанге здесь кстати отверстие окно будет близко к краю второе подальше от края вот где подальше от края это у нас для колокола а где поближе соответственно у нас от нижнего вот этого редуктора вот откручиваем болт я специально взял ключ сейчас потому что знаю что шуруповертом эти болты просто нереально сорвать их закручивают так наглушная можно сказать как и второй этот можно просто ослабить этот надо выкрутить потому что мы потом будем крепления кожуха вот это не она у нас как раз вот сюда вот так и будет ложиться одеваем совпадаем отверстие вот и нижний вот этот вот затягиваем теперь берем кожух пока просто подставляем его берем крепление кожуха также его подставляем и берем болты у нас комплект идут вот смотрим у нас четыре болта коротких и два длинных вот эти два длинных как раз у нас от коротко я их наживаю не сильно потом беру насадочку на 5 миллиметров шестигранник и подтягиваю уже сразу выравнивая кожух чтобы он был у меня ровно по отношению к это визуально видно как плоскость должна быть катушка у вас здесь будет с кожухом теперь вот этот болт я соответственно вот он самый короткий я его прикручиваю ну и чуть-чуть еще подтянул соответственно ключом потому что здесь все таки надо это сделать так давайте сразу мы установим катушку для этого мы снимем гаечку гаечку у нас подкручивается по левой резьбе как мы помним защитную шайбу верхний фланец и нижний фланец вот такая вот конструкция нижнего редуктора вот для данной катушки вот для данной вы можете вот этот фланец нижний он обязательно должен всегда находиться чтобы вы сюда не накрутили вот он должен обязательно всегда здесь находиться чтобы вы потом могли это все дело скрутить для этой катушки можно накручивать непосредственно сразу вот так прям на него можно эти два фланца оба один на один положить и накрутить прям вот так ничего страшного не будет это можно сделать и так и так вот я блокирую ключиком чтобы у меня не вращался вал и затягиваю катушку все она у меня установлена низ штанги у нас как мы видим собран готов к работе теперь нам надо что нам надо поставить ручки вернее не сами ручки а одеть кронштейн также чуть-чуть ослабляю я здесь у меня шестигранник на 4 у вас он может на 5 быть ну в комплект как я говорил они будут идти вот сразу сильно не закручиваю я кронштейн потому что надо будет провести потом небольшую регулировку и соответственно если я его сразу затяну то я ее производить не смогу вот ну вот примерно я так ставлю и немножечко подтягиваю вот таким вот образом дальше у нас идет вот эта вот замечательная штука но в основном на всех почти на всех триммерах она отсутствует поэтому если ее нету вы переходите к следующему шагу и ее надевать соответственно не надо а то вы будете ее искать просто данный производитель я решил что она нужна насколько она эффективно будет нам защищать как говорится бог этот я не знаю вот одели мы ее теперь у нас должно пойти крепление для ремня вот оно вот так состоит из двух половинок мы одеваем сперва одну половинку если здесь болт закручивать соответственно предварительно его надо открутить одну половинку потом вставляем туда вот так и хомут этот немножечко открываем и соответственно одеваем вот таким вот образом ручки мы поставили параллельно в одной плоскости с кожухом и соответственно крепление это тоже делаем чтобы оно работало вверх у нас вот и подтягиваем его здесь можно я как бы сейчас же не буду косить я его затяну сразу нормально при продаже я конечно людям объясняю что вы должны будете его подвигать туда-сюда как вам удобней чтобы уже провести настройку вашего триммера после этого мы уже одеваем колокол колокол то же самое необходимо ослабить все винтики вот эти чтобы они у нас не сжимались ну я вообще наверно выкручу их и соответственно здесь вот видно он торчит туда внутрь он у нас делает чего он у нас фиксирует колокол чтобы не вращалась у нас вот так вот в общем голова сама двигателя не вращалась относительно штанги он этот болт это все дело фиксирует поэтому мы его тоже ослабляем вот чтобы он просто сейчас не торчал и одеваем я лучше выкручиваем даже чтобы посмотреть в отверстия и совместить их а после этого уже закручу ставлю опять насадку на 4 и заворачиваю его после этого заворачиваю вот эти два вот вот и теперь можно сказать наша штанга собрана и в рабочем состоянии ее можно прикреплять к нашему двигателю то есть голове болты у нас есть вот они я сейчас сразу же поменяю просто они у нас на 5-6 грани мы его сразу поставим вот и присоединяем нашу голову соответственно к двигателю к этой палке на 4 болта держится колокол вот теперь осталось чего осталось подсоединить подсоединить наши ручки здесь у нас тоже получается шестиграник на 4 миллиметра мы их эти болты ослабляем они тоже здесь могут на 5 миллиметров у вас быть есть ключ как я уже сказал в комплекте будет ослабляем в данном примере можно совсем не снимать верхнюю крышечку а просто туда засунуть вот у вас же если в ручках есть отверстие вот здесь то крышку надо снять целиком потому что там торчат болты на которые эти отверстия надо надеть вот ставим примерно ставлю в рабочее положение и соответственно закручиваю просто в магазине конечно эти настройки произвести невозможно потому что люди разные удобно косить каждому удобно косить в каком-то своем положении кому-то удобно так к примеру кому-то удобно когда эта ручка вниз сюда или туда вниз или сюда наверх это сюда сюда это все конечно произойдется все эти настройки индивидуально и соответственно вы их уже будете проводить то же самое ручку сам кронштейн можно двигать по штанге вверх вниз производят тем самым настройку ваш триммер в общем должен как бы за счет ремня вот этого он должен балансировать он должен висеть у вас на спине вы не должны его в руках держать вы должны его чуть-чуть отпускаете он сам ложится на траву но при этом никак вот так прям падает на такое как бы полу балансное такое положение вот и соответственно двигатель и тем же самым ремень вот этот вы можете подвигать туда-сюда сбиваясь вот этого эффекта чтобы вам не пришлось сильно поднимать его напрягать руки свои плечи и не пришлось его постоянно вдавливать туда то же самое вот поэтому вы должны эту настройку провести вот наш триммер готов в зависимости от ситуации устанавливаем леску или же лезвие я сейчас поставил катушку заправляем триммер и идем работать не забываем про обкатку вот не забываем про то что надо правильно разводить бензиновую смесь все это смотрите на моем канале подписывайтесь всем удачи пока